Цена на 92-й бензин в Рязани выросла. Увеличилась она только на некоторых заправках, но заметно на 80 копеек за литр. У водителей остается только один способ – это экономить на топливе. И у каждого шофера такой способ свой. Если нужно ехать, то будешь заправляться по любой цене. Ну а так, если бестолковый поездок, то можно попустить. Поменьше ездить, почаще на общественном транспорте, на велосипеды, чем-то такое. Ну а сами пользуетесь этим? Нет, не пользуюсь. Мне больше автомобиль нужен для работы, в основном, вот так вот. А так стараюсь тоже, в основном, пешочком, где-нибудь поближе сходить, где-нибудь пешочком лучше прогуляться, пройтись. И полезно, и экономно. Гонять поменьше, поменьше нагазать, потихонечку ехать не спеша. Будем экономить. Какие, может быть, еще цели и как сэкономить? Только не заправлять его и не ездить. Вот так можно сэкономить только. Игорь Суденков, специалист станции технического обслуживания, рассказал, что многие способы сэкономить на топливе чреваты. Например, есть и водители, которые смешивают две разные марки бензина. Пострадает от этого больше всего двигатель, говорит специалист. Да и на чередовании марок бензина сберечь копеечку не получится. Бензин с меньшим октановым числом дешевле, но расход у него больше. А у бензина с большим октановым числом расход меньше, но больше цена. Другой способ экономить топливо, которое изобрели водители, это изменение конструкции автомобиля. Например, прикреплять газовые баллоны. Я не совсем сторонник таких вещей. Вы даже посмотрите по производителям. Ни один производитель автомобилей штатно не выпускает с завода автомобилей со смешанными двигателями. Все вот эти доработки, они проходят уже как доработки. Всю экономию топлива газового в последующем вы в любом случае потратите. На сертификацию, если все делать как положено, на обслуживание и на последующий ремонт, который как бы наступит, как правило, раньше, чем вы бы пользовались бензином, дизелем и так далее. Многие способы тюнинга не совсем законны и не совсем правильны, говорит Игорь Суденков. Вот и выходит, что самый простой способ экономить на топливе нетехнический. Сберечь топливо на своем автомобиле можно законно только, я считаю, одним способом. Да, это изменить манеру вождения, да, с агрессивной на более спокойную. Ну и меньше пользоваться климат-контролем, кондиционером тогда, когда это не крайне необходимо. Специалисты Фонда национальной экономической безопасности рассказали, что цены на топливо с февраля будут повышаться. Но так, чтобы не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию, которая сейчас составляет 4,6%. Происходит это из-за подписания соглашения о стабилизации рынка топлива. Продлевать этот договор не планируют. Основной же рост цен, по словам экспертов, придется на сентябрь 2019 года. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.